Все, меня так рубит. Но я уже привыкла к этому ритму. И до скольких ты спишь? Ну вот с двух, получается, до восьми. Если меня никто не будет, я могу проспать вообще там до трех часов ночи. А с кем ты живешь? Ну я уже живу одна. Ну значит никто не будет, да? Раньше в любви и кот, потому что жрать хотелось. А сейчас? Где кот? А сейчас будет будильник. А кот? Кот умер. Он кремирован, а у меня вон в баночке в шкафчике стоит. Как я его закопаю? Это зима тоже ледяная. Значит тебе надо завести еще кого-то. Девушки, это же социальные существа. Мне нужно, конечно, мужа завести, который будет сходить на работу, зарабатывать деньги, а я в доме сидеть, все готовить, стирать, гладить ему рубашки, футболки, майки, всякое такое, поливать цветы, готовить ему ужин, завтрак, обед. Вот, выглядеть хорошо. Но, конечно, это в идеале. Давай я буду твоим мужем. Что такое пауза? Кстати, если что, вы уже третий раз об этом сказали. Ты выйдешь за меня? Если вы сказали это третий раз, то это уже официальное, получается, предложение. Это обозначает, что я серьезно настроен. Ну, я, к сожалению, не той верой. Нет, я не буду пока. Пока. Мне как раз нравится такой расклад, что жена должна хранить семейный очаг, там, заниматься домашними делами. Ой, а мне-то как нравится. Я вообще прям просто в шоке от этого. То, что как мне хочется. Я так люблю цветочки там всякие разводить. Я там обед, ужин, завтрак. Все, что угодно. Все, что угодно. Детей там воспитывать. Мне так это нравится. Только лишь бы на работу не ходить. Ну, ненавижу я эту работу. Я не знаю, как вам сказать, но не люблю я. Ну, не люблю. Ну, тем более, ты еще слабый пол. Еще это накладывает. Накладывает трудности. Вы знаете меня, по сути, 15 минут. Откуда вы знаете, какой я пол? Слабый или сильный? Ну, голос женский. Может быть, это, конечно, через программу изменили. Женщина, это же слабый пол. Ты женщина? Ну, а ты квартиру снимаешь или своя? Нет, у меня своя. А я из Тулы. А я из Тулы. Город Тулы. Работаю электронщиком. Но мне Питер не нравился никогда. Ну, если ты захочешь выйти... Ну, ты проси, пожалуйста, я просто мандаринку съела. А если ты хочешь за меня замуж выйти, тебе придется в Питер переехать. Потому что в Тулы я точно не знаю. Ради такого счастья, я готов терпеть сырой климат Питера. С чего взяли, что он сырой-то? Ну, это кто-то вот создал такую странную ситуацию, что он сырой. Он сейчас вообще сухой. Почти, почти всегда. Почти всегда он сухой. Нет тут ничего у нас сырого-то. Ну, я один раз был, и солнышко высадится. Я живу в центре Санкт-Петербурга. Я живу на самом... Ну, я живу в самом центре Невского. Рядом Санечковым мостом. У нас тут в любом случае не будет ничего. Потому что все стекает в определенные места. И у нас тут ничего не расчищать. Все очень быстро. Ну, потому что туристы и всякое такое. Так что... Ну, все равно. От финского залива-то, небось, сырость идет. Туманы. Да. Туманы идут? Какие туманы? Никаких туманов у нас не идет. Это вот... Сказок, мне кажется, насмотрелись. Или наслушались. От тех людей, которые здесь не были. Я говорю, наслушались или насмотрелись. Сказок от тех людей, которых здесь не было никогда. Ага. Так что, если что-то происходит, это только грандиозное штормовое предупреждение. То, что дрожат все окна, выносят все деревья, которых не так уж много на Невском проспекте. Ну, потому что я здесь живу. Мне же про другое сказать нечего. Ну, и колышется все, что может колыхаться. Если что, плохо прикреплено. Понятно. Потому что то, что вам кто-то там говорил, не знаю. Но я говорю так, как есть. Я здесь почти 11 лет живу. Никаких туманов тут у нас не бывает. Столько штормов. Вернее, штормовое предупреждение. Но это жопа правда. Лучше дома сидеть. А куда делся Василий? Какой Василий? Ну, ты говорила, у тебя есть друг Василий. Я говорила, что у вас голос очень похож на Василия. Василий, я надеюсь, что он жив, что он никуда не делся. Он тоже живет в Санкт-Петербурге. Но мы очень редко с ним встречаемся. И, как правило, мы встречаемся с ним, ну вот, когда я хожу на прогулки по Невскому проспекте. Но голос очень сильно проходит, правда. А он тебе нравится? Ну, во-первых, ему около 70 лет. Он очень нравится моей маме. Ну, как человек интеллигентный и очень ухоженный. Вот, потому что он всегда одевается, как Дэнди. Ну, он, в общем, молодец. Он очень хорошо с собой сидит. Но он мне, если не скрет, тоже нравится, как мужчина. Но он не в том смысле. Я просто уважаю его как личный. Не в том смысле, чтобы с ним там встречаться, или что-то было. Ну, понимаете, о чем он? Ну, да. Ну, да. Так он вообще молодец. То есть он всегда уважительный. То есть он «Здравствуйте», «До свидания». Он всегда поставит, поговорит. Предложит куда-нибудь зайти. Вот, это, конечно, его не отнять. Но он молодец в этом плане. Ну, почему? Ну, мужчина. Ну, а что такого? Мы же там не идем с ним куда-то спать. Или что-то такое. Я его за это очень сильно уважаю. Вот. А ты заканчивала вуз? Не заканчивала. Что? Я закончила Государственный университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Кого? Государственный университет культуры и искусств в Санкт-Петербурге. А, приходится работать в ночь, да? Да, приходится работать в ночь. Ну, ничего такого. А что это не такого страшного? Ну, не по специальности. Ну, как не по специальности? Вот, смотрите, потому что я закончила, ну, начала-то там, а в итоге перешла на специальность гостиничный и туристический бизнес. Вот. А сейчас я как раз не нахожусь и, в общем-то, по адресу в гостиничном. Короче, в ресторанном бизнесе. Ну, а в гостиничные и рестораны, он же всегда связан. Там всегда есть еда, всегда есть вода. Все это есть. Я не хочу я днем работать, но не нравится мне. Днем хочу спать. Ночью я хочу работать. А вы о чем-то другом подумали, да? Нет. Ну, просто днем солнышко светит. Как можно спать, я не понимаю. Я не могу заснуть. Ну, что? Ну, вот пусть оно и светит для других. А я их сменяю. Не, ну, у тебя... У нас почти все рестораны так работают. У нас все рестораны почти работают круглосуточно. Кто-то кого-то сменяет. И что? Ну, не хочу днем работать. Бесеный. Днем... Днем... Сланчи выдавать. Ну, не хочу. Днем тяжело заснуть. Тебе же надо когда-то спать. Так вот я и склюну. А как же солнышко не мешает, не будет тебя? Молодой человек, у меня есть такая определенная повязочка и такие бирюши, которые я в уши засовываю и еще сверху надеваю определенную такую повязочку на глаза, что мне ничего не мешает. Если ты очень сильно хочешь спать. А если... Ну, ладно. А у меня двойные шторы. И каждая штора состоит из трех слоев. Внутренний слой черный. Ну, я тебе тоже такие советую, чтобы лучше спалось днем. Кстати, у нас сейчас солнышко светит, прям небо ясное. Весна, прям идет изо всех сил. У нас, кстати, тоже весна идет, если честно. У нас тоже весна идет. Я, кстати, знаете, что сделала? Я же посадила в один горшок алоэ. Вот. В два горшка я посадила перец, который очень сильно жгучий. Но он пока у меня подрастает. Вот. А в другой лук, который я срезаю. Ну, и когда салат готовлю, лук и чеснок. Вот. Представляете? То есть, это такая свежая зелень каждый раз получается. То есть, я вот срезаю там очень большие горшки. Вот я это все подрезаю, подрезаю. А они потом вырастают, вырастают. Я очень сильно им благодарна. Вот. Ну, таким образом салат добавляю. Молодец какая! А я кактусы выращиваю. Ты кактусы любишь выращивать? От них зато нету листьев, мусора всякого. Алоэ, разве это не кактус? Нет. Ну, ладно, не будет. Здесь он в корык. Вам не будет. Нет. Ну, у меня такие шарики. Ну, я поняла. Там уже у них иногда на кончике есть такие либо желтенькие, либо красненькие, либо зелененькие. Такие вот эти вот игночки, да? Иголки? Говорю я очень рада, что вы были селефатом. Спасибо. И они у меня каждую весну цветут. Вот у меня каждую цвету, ой, каждую весну цвету я. Кто цветет? Алло. Да. Кто цветет? Это от нас пришло. Кто пришел? Это помните, как я вам говорила, что как снег-то первогодний, ну, то, что вот снег, который прям в мыслях запутывается, который путает, ой, который, ну, падает, ну, красивый такой, да? Да. Сейчас к вам дошел. Ну, вот. А он у нас был, но правда, очень давно. То есть, получается, где-то дня три назад. Ну, у нас какой-то... А, вчера дождь шел, сегодня ночью крупа сыпала. А сейчас солнце светит, все растаяло, хотя ночью все подморозило. А к тебе на улице подходят знакомых? А вы сковородки-то умеете мыть? Да. А ты почему это спросила? Ты почему это спросил? Да я тут всего... Да я как-то всего наготовила. Сковородки только замочила. Ну, мне просто интересно, если вот что-то там будет такое происходить, сможете силу из сковородки-то помыть или откажетесь от этого процесса? Так если я откажусь, ты меня сразу выгонешь. меня как-то в семье к этому не приучили. Я лучше сама вымою. Если мне мужчина не предложит... Ну, у нас в семье так было. То есть, если мужчина сам не предложит помощь женщина. Все. Простите, у меня прям коленки затрясли. Ну, в общем... Ладно. Я сама все помою. Нет, я помою. Есть хорошее средство. Средство? Средство для газовых плит есть. Называется Адриэль и стоит копейки. Оно любой... Причем здесь газовая плита? Я по поводу сковородок. Ну, и... А на сковородке... Я сама с ней справлюсь. Я никому ее не отдам. Никогда. Никому ее никогда не отдам. Потому что это мое детище. И никому я ее никому не отдам. Я уже на нее отвечаю. С застарелым жиром тоже хорошо справляется это средство. Я даже клапана отмачивал в этом средстве. Ну, на автомобиле клапана есть, знаешь. Когда двигатели разбираешь, там есть клапана. конечно знаю. Я прям так у них разбираюсь прям очевидь как в этих клапанах. И на этих клапанах образуется нагар. И кто-то механическим способом удаляет, а я просто на два дня положил их в это средство для газовых плит и все отошло. Да, вы что, серьезно? Да. Я первый раз, когда попробовал, я просто офигел. У меня восторг такой был. Оно на газовой плите даже прям белое. После того, где это средство побывало, прям белое пятно образуется. Ну, если газовая плита такая затертая, уже такая серенькая, то от этого средства белое пятно. То есть если этим средством всю газовую плиту протереть, то она побелеет и станет как новая. А у тебя есть любимая сковородка, да? газовая плите никого не подпущу. Я могу подпустить там, не знаю, к холодильнику, я не знаю, там, к вытяжке, к чему-то еще. Но от газовой плите это вот точно мое. Я знаю, что там и как с этим работать. Это точно мое. я знаю свои определенные средства. Понятно? Понятно? Понятно. Вот хорошо прям спасибо вам за это. Ты вот прям когда прикрикнул, от тебя стало хорошо слышно и мне прям понравилось. Так что больше прикрикивай. А то приходится слух напрягать, чтобы тебя услышать. Да, что это моя территория. Потому что это в любом случае моя территория. Как я могу мужчину сюда запустить? Ну а если ты заболеешь? Кстати, как тебя зовут? Марина Владимировна. Тебя родители назвали Мариной потому что ты любишь море? То есть они это просто папа назвал меня в честь мамы. А ну правда у моей мамы ее зовут Марина львы. львовна. Марина короче я не скажу честно вот если ты заболеешь кто будет готовить еду я же уже болела несколько раз никто же не готовил но все же со мной нормально берег периодически но что делаешь потому что я ем то что мне нельзя но мне очень сильно хочется понимаете да но когда болеешь хочется же есть то что тебе хочется вот а мне всегда очень хочется мандарины вот я купила мандарины ну вот она на меня вчера наехала она сказала то что больше он себе сварил я бы вам конечно сварила я отварила макароны и сделала себе вы тоже будете ругаться да нет нет я сделала пусть я отварила себе несколько порций лапши вот но для салата лапши мой и пошила помидоры из помидоры ой из помидоры но помидоры потушила с соусом томатным вот и сделала такой дикий такой соус вот туда добавила лук красный потому что он сладкий он не особо лежит но он такой адекват понимаете о чем я говорю если не понимаете то и не надо вот еще и до кучи добавила чеснока а потом еще вот как я вам говорила что рассада тоже у меня есть подросла не берите меня в жены я не подойду точно то есть отварила лапшу определенную ела соответственно но ее там нужно не нужно отваривать ее просто 3 минуты там держишь и все она уже становится такой ее удушлак ну, чтобы она закуксилась ну, это у меня такое слово, чтобы закуксилась ну, в общем чтобы она остыла в общем, вот так вот, ну и потом я тарелку эту лапшу сверху вот этот соус, который я сделала ну, вот потом его поела ну, а потом сверху я еще не платила себе этих долбанных мандаринов а почему тебя только не говорите маме она меня убьет у тебя руки чешутся от мандаринов, да? ну, то есть кожа чешутся почему тебе мандарина нельзя? у тебя кожа чешется от мандаринов или что? или что? сыт? аллергия? дело в том, почему у меня у меня не руки чешутся по поводу мандаринов просто дело в том, что я почти неделю но даже больше ничего не ела и я начала ну, должна же я начать быть есть там из кефира там вот с йогурта какого-то, да? ну, из таких вот ну, для желудка чтобы там обволакивало все ну, понимаете, о чем? ну, я начала жрать эти мандарины потому что родители уехали и я начала пожрать мандарины а ты что? это, соответственно, кислота, которая ну, это, соответственно, кислота, которая ну, для желудка не очень сильная понимаете, о чем я? ну, просто не очень сильно хочется об этом обо всем рассказывать уже столько об этом мне вот вдалбливали в голову и столько мне об этом говорили понимаете, о чем я? да, понимаю а ты голодала, да, целую неделю? что, да понимаете или нет? понимаю а ты что, целую неделю голодала? громче, я вас не слышу ты целую неделю голодала? алло я почти две недели голодала зачем? Марина Мариночка, милая меня как-то матом меня потому что матом как-то не особо учили разговаривать поэтому я вам не буду матом говорить ну, мне так было нужно хотела попробовать ну, попробовала это чтобы следить за фигурой, да? да какая фигура? у меня и так там 56,800 у меня там вообще не довез ну, просто просто хотел с меня худеть хотела просто попробовать ну, дура я же говорю мне отец, когда сказал то, что мать начала орать а отец просто меня в комнату повел и сказал то, что ну, дура я говорю, пап, честно дура я говорю, молодец, что хотя бы это осознаешь понимаете? ну, а что а как ты скрывала голодовку от родителей? да потому что они уехали на отдых а дома не было и ты сразу блин, замучу-ка я голодовку себе, да? диету типа такую ну и что, там только воду можно пить, да? типа детокс ну, там одна вода или еще что-то? ну, там типа сок и вода сок-вода сок-вода а ну и сколько ты сбросила килограмм? ну, еще чай с сахаром чай с сахаром а сколько организм сахар пил сколько килограмм сбросила за эти две недели? Мария вы сейчас в шок впадете вы сейчас в шок говорю впадете сколько я сбросила я лежу так что не страшно ну, хорошо ну, почти семь с половиной это сколько было и сколько стало ну, было получается пятьдесят восемь а стало ну, вот от нити от этого пятьдесят а вообще от меня ничего не осталось одни кости не, ну пятьдесят килограмм это не одни кости а меньше кинесте кином и пятидесяти килограмм ну, ты говоришь пятьдесят восемь было 67 47,500 там где-то было. Ну, 47,500, 47,600. Ну, а потом ты обратно отъелась, да, до 56. Блин, мало 47, да? Это, наверное, у тебя и сиськи высохли, и бедра твои шикарные тоже высохли. Откуда вы знаете, что они мне были шикарные? А мы же уже разговаривали об этом, ты сказала. Ну, короче, дело в том, что я никому этого не советую. Потому что тут вообще сознание уходит. А я вот наоборот хочу поправиться. Я хочу поправиться, я вешу 80. Ну, пытаешься поправиться и вешу. Ну, значит, вешу. А не получается поправляться. А у тебя какой рост при таком весе? 180. Ага. 180. У меня тоже 180. А вес у меня 80. А я всегда хотел весить 90. Хочешь вес? А ты знаешь, что про тебя есть песни всякие? Ну, про твое имя. Да ладно. Ну, вот какие ты... Я надеюсь, не в моем исполнении. Что? Ну, вот у меня первая... Я надеюсь, говорю не в моем исполнении. Первая песня про Марин мне приходит вот эта... Филипп Киркоров ее поет. Я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Без твоей любви, Марина, этот мир не для меня. Расставания так недолгие. Что-то там краткие разлики. Знато, нам отец всегда с мамой пел. Ага. Наверное, еще какие-то песни есть про Марину, да? Так что я... Да я особо... Ну, я не знаю, если вообще... Если вы хотите об этом поговорить, я попытаюсь вспомнить. Ну, не особо это не витает. А теперь отец не поет? Ну, еще раз. Отец теперь не поет эту песню? Нет, он вообще ничего не поет. Он только смотрит и... Или молит. В мою сторону. А мать-ка не молотве не заходит. Это что, вы поссорились? Просто она начала жить с другим человеком, а он переехал в дом престарелых. А сколько ему лет? То есть, как в песне, которую вы мне сейчас пели, вы разошлись, как в море кораблей. А сколько ему лет? Я не знаю. Он для меня всегда будет молодым. Но он 19 декабря, ему был день рождения. Просто мне кажется, что в дом престарелых не обязательно стариков отправляют. Наверное, еще и... Ну, лет 50 людей, наверное, тоже могут отправить в дом престарелых. Или это отправляют в бомжатник, а в дом престарелых только пенсионеров. Вот смотрите, как я вам объясню. Я же был никогда, если бы его отца не отправила в бомжатник, как вы говорите. Такой, тоже, как вы говорите, в дом престарелых, да? Ну, он называется то, что дом престарелых. Но там у них... Самый лучший ремонт, самое лучшее оборудование для тех, кто с чем-то не справляется. У них все там, только... Все самое лучшее. Так что вы не смейте мне таких даже слов говорить. Каких? Понятно. Понятно? А что я такого сказал? Это дом престарелых. Но он самый лучший. Потому что моя мама с ним жить не жила. Он не захотелось больше. Потому что он ее предал в определенный момент. Он начал жить с другой женщиной, которая просто его забила. Понятно. Мне тяжело об этом говорить, правда. Еще неизвестно, как у нас с тобой сложится. Ну, вот рассказать вам, как есть. Да. А когда у него был сердечный приступ, мне позвонила сестра папы. И сказала, ну, то бишь, получается, это моя тетя. Хотя я с ней уже, там, не знаю, сколько лет не общалась. Да и с отцом сколько лет не общалась. Она сказала, нужно что-то с отцом делать, потому что, ну, он в такой ситуации плохой находится. Ну, ладно, хорошо. Я ему купила инвалидность. Понимаешь, купила. Это хорошо, что у тебя есть связи, чтобы купить инвалидность. У меня, например, даже если захочу купить инвалидность, не смогу, потому что нет связи. То еще раз, я вас не слышу. Хорошо, что у тебя связи есть в инвалидности, а у меня нету связи. И я даже если захочу купить инвалидность... Не было у меня никаких связей в инвалидности, не было никаких, потому что... А как же ты нашла канал? Я пришел из Питера, в котором я живу, потому что там только на коленках нужно к этим врачам приходить и просить у них милости, чтобы они устроили человека, потому что даже они деньги не берут. Просто вот на коленках почти. Я попросила, ну, когда жила с одним человеком очень хорошим, вот, он мне сказал то, что я тебе так позволить не могу унижаться. Он говорит, приедет мой человек и все это сделает. Вот приехал мой человек и все это сделал для него. Понимаешь? Да. А там они даже подарков таких не берут. Вот, им нужно, чтобы перед ними ползали на коленках. Вот такие вот мрази в этом городе находятся. Поэтому я из него и уехала, потому что это самый поганый город на земле. Самый поганый. С этими церквями, с этими священниками, со всеми. Это самый поганый город на земле, мне кажется. Мой город еще поганее, чем твой. Ты уж прости, что я так. Ну, у меня просто накипело. Ты прости, прости. Может быть, это не так. Мой город еще поганее, чем твой. Ну, главное, что мы все это сделали и все сейчас прости. Я как белый человек и все остальное. Неизвестно, как еще у нас с тобой отношения сложатся, да? Может быть, мы тоже там поизменяем друг другу, поссоримся. Жизнь такая сложная штука. А, ты все-таки собрался за меня? Да. Ой, ты все-таки хочешь на меня жениться? Да. Это что, серьезно? Буду с тобой на велосипедах вместе ездить. Я думаю, что это будет твоя главная ошибка в жизни. Ну, жениться – это вообще ошибка. Так что я смирюсь. Ну, я думаю, он тебе не стоит. Ну, одному неохота помирать. Я думаю, ты все-таки пошутил, но... Ну, давай ты именно скажешь, что ты пошутил. А почему бы и не... Я говорю, не себя обезопасить, а тебя обезопасить хочу. От тебя? Понимаю, что ты человек... Потому что я понимаю, что ты человек хороший. А ты тоже хороший человек? Не, ну, все говорят, что я демор. Вот. И лучше со мной не связываться. Так что лучше со мной не связываться. Не, ну, тебя... Как сказать? С тобой ладить очень просто. Достаточно просто не подходить к плите. Я буду не подходить к плите, и у нас с тобой будет мир и согласие. И еще Марина – очень красивое имя. Мне имя Марина нравится сильно. И еще у нас с тобой давление одинаковое. Большое. Мы будем друг другу кофе в постель носить. Это просто... Большое все. Ты будешь... Смотри, как хорошо. Ты будешь днем спать, а я ночью. Чтобы друг другу не мешать, будем спать. Нам даже одной кровати будет достаточно, потому что мы будем спать по очереди. Представляешь, какая экономия? У меня такой странный момент, что я вообще... Ну, вот, если мы встречались с молодым человеком, то есть... Ну, можно сказать, да? Ну, то, что, например, секс был. Я тоже не могу спать вместе с другим человеком. Неудобно просто. У меня была девушка, а она говорила... Нет. Она... Как в глазах? Ну, после секса она не хотела, чтобы я уходил, и мне приходилось дожидаться, когда она заснет, из-под нее выкарабкиваться и уходить, ну, чтобы нормально выспаться. Потому что я с ней не мог выкарабкиваться, мне было неудобно. А утром она просыпалась одна и обижалась, потому что я от нее ушел. Так что, видишь, мы с тобой... Если честно, у нас это получается обычно. Ну, вот, видишь, получается, что мы оба хотим спать раздельно. Уже смотри, сколько плюсов. Давление одинаковое, спим раздельно. Я поддерживаю то, что ты должна хранить семейный очаг и не работать. Что там еще? Помогай мне. А ты из Беларии? Вы сей, да? Ой, я из Украины. Я из Тулы. Что там? Тула. А Тула это север, да? Нет, это 150 километров от Москвы в сторону юга. Ну, вот, у меня еще такой момент, то, что у меня очень сильно всегда важно, если я человеку люблю, то я всегда иду. Ну, не знаю, как кошка это делает, это ли как собака. Я приду, и подлядываю под бочок, и вовсе полу обмыхаю, полу обмыхаю, а потом оставлю в спокое, и оставлю спать. И потом уже хожу спать от дыма. Он сначала вообще меня никак не понимал. Вообще меня сначала никак не понимал. Потом начали спать от дыма. Потом просто начали спать от дыма. У меня как-то спросили, зачем мне нужна девушка, а я им ответил, потому что девушки добрые. Угу. 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 У меня себя поздравляют, и очень хороших человек от получил. У меня получается дыма. Вот даже смотри, здесь вот в аудиочате с пацанами не получается общаться, потому что они сразу начинают издеваться. А с девушками я нахожу общий язык. Мне кажется, из-за того, что девушки добрее, чем пацаны. Ну, как бы они толерантнее, терпимее, обходительней. Угу. Ну, я думаю, что тебе со мной очень будет тяжело в жизни. Ну, что? Я просто... Я думаю, что тебе со мной в жизни будет очень-очень сильно тяжело. Ну, не понравится, уеду от тебя. Что ж поделать? А мне оно надо? Ну, попробовать-то надо, вдруг получится. Я думаю, что... Ну, что мне кажется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...